С шахматами Дмитрий Кафанов познакомился еще в детстве. Дома была доска и фигуры, но Дмитрия никто не учил правилам игры. Впервые он погрузился в шахматы в школьном кружке, но вскоре увлечение оставил. Снова к шахматам Дмитрий вернулся в 16 лет. В это время встретился с Владимиром Ивановым, который преподавал шахматы во Дворце детского творчества. Может быть потенциал во мне увидел, не знаю. Он пригласил меня к себе в кружок, поскольку видно было, что я очень заинтересованный. Так я ходил там, играл в 16 лет с 5-летними детьми. И в 19 я уже серьезно этим делом увлекся. Начал участвовать в соревнованиях, в турнирах, в городе, на выезде. Когда мастерство игры в шахматы у Дмитрия Кафанова вышло на новый уровень, педагог ДДТ предложил воспитаннику занять свое место и стать руководителем объединения шахматы. Так в феврале прошлого года Дмитрий Кафанов пополнил ряды сотрудников ДДТ. Он обучает более 90 ребят. Со следующего учебного года ожидается пополнение учеников. На занятиях проходят не только спортивные тренировки. Педагог прививает воспитанникам еще и шахматную культуру. Любую тему закрепляют многократной практикой и занятия в занятия. А для того, чтобы дети лучше усвоили материал, создает для них образные понятия и сравнения. Я провожу в рамках занятия, конечно, насколько могу успеть, провожу некоторые турниры шахматные между ними. То есть между ними игра идет через жеребьевку, через турнирную таблицу, они проходят. То есть такая некая имитация соревновательной деятельности. Примерно таким путем мы идем. Изучаем еще, наверное, ну это просто уже чуть более со старшими ребятами, с более группами третьего года, кто постарше. Мы изучаем творчество шахматистов прошлого. То есть таких, как Александр Алехин, например, или может быть даже Гарри Каспаров. Со своими воспитанниками Дмитрий Кафанов выезжал на соревнования области между учреждениями дополнительного образования. И в финале заняли 11 место. Для многих ребят это были первые серьезные состязания. Хорошо научиться играть в шахматы может как ребенок, так и взрослый человек. Время освоения искусства игры зависит от индивидуальных особенностей. Все очень индивидуально. Все, я бы сказал, достаточно непредсказуемо. Дело в том, что все зависит от того, какое у ребенка строение психики. Ребенок с быстрой психикой, он может быть более подвижным, может быть чуть менее усидчивым. Но все, какую информацию ему не дай, он будет ее очень быстро впитывать, быстро перерабатывать. И сможет выдавать какие-то результаты достаточно скоро. Но это не значит, что ребенок смедленный, не даст этих результатов. Надо просто чуть подождать. Записаться в объединение шахматы Дворца детского творчества можно следующим образом. Подать заявку на сайте навигатор 52. Потом прийти в учреждение и заполнить бумажное заявление. Дмитрий Кафанов рекомендует отдавать ребенка с начала сентября. Но присоединиться к занятиям можно и в течение учебного года. Важно принести медицинскую справку от врача. Набор в объединение идет от 7 лет. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.